Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу IPLA, коротенький. Окончательное решение по LBRI вызывает опасения по поводу Ripple и XRP, и судья вынес окончательное решение по данному делу, но не вынес решение по статусе безопасности данного токена LBC у них, что вызвало обеспокоенность у Ripple и XRP. Ну и решение по ценным бумагам успешно доказало, что он, получается, проводил размещение незагистрированных ценных бумаг, и, соответственно, однако у нас судья не вынес решение о том, следует ли считать саму, получается, монетку их ценной бумагой. Ну и последствия для Ripple, окончательное решение SEC против LBRI вынесено, судья не вынес решение о вторичных продажах или что. Неудивительно, и, получается, очень много вопросов, запретил дальнейшее нарушение и наложил штраф. Возможно ли аналогичный результат в случае с Ripple, но пока что у нас под вопросом. Тем не менее, подчеркиваю, что суд должен признать защиту справедливого уведомления, недостаточной для судебного разбирательства и стыдной, что прошлые и настоящие продажи XRP классифицируются как инвестиционные контракты, чтобы оправдать судебный запрет. Ну и в результате, по мнению Хогана, получаются такие биржи, как Coinbase, которые исключили активы из листинга, не будут его повторно размещать. И отсутствие ясности в отношении LBC оставляют многих участников сообщества XRP неуверенными в будущем актива. Ну, опять-таки, естественно, могут пугать, что, типа, если тут не ясно ничего, то и с XRP ничего не ясно. Ну и, получается, попросили все уточнить. Но по факту технический директор DWR у нас высказался по поводу решения, подчеркнул, что можно считать победой то, что судья пояснил, что обычное использование токена не нарушает судебный запрет. Ну и, по крайней мере, говорит победа, что стало ясно, что обычное использование токена не нарушает судебный запрет. Ну и также дата вынесения решения по делу уже говорили нам, что, типа, 31 сентября. Но, опять-таки, нам говорят, что окончательное решение вынести из-за задержки возникли опасения. Ну и пока что ничего не понятно. Ну и вот здесь он говорит, что вот у нас в первой половине 23-го года у нас, получается, CRI Apple, Brad Greenhouse. Ну и после этого у нас начали заявлять, что вот 31 сентября у нас, оказывается, вынесется. Ну и противоречит прогнозу. И Шварц сказал, что отсутствие до сих пор является чем-то необычным. И, получается, решающий срок по вынесению, естественно, я думаю, неизвестен. И противоречит прогнозу. Ну, опять-таки, тем не менее, уже июль, а решения не видно. Ну, помните, говорили, что тот же Дэвид Шварц, по-моему, говорил, что ли... А, Джон Дитон вроде говорил, да. Адвокат Джон Дитон говорил, что до 25-го года вся эта канитель может затянуться. Ну, о чем я и говорил. В принципе, XLM у нас действует на опережение. Обратите внимание, XRP, в принципе, пытается пробить эту формацию, как я и говорил, наверх. Могут финально сбрить шарты. Ну, и посмотрим, так как биток у нас попер наверх, у нас альты тоже немножко подскочили, в них влилили ликвидность. По один нынчу вообще бритье шартов произошло, как минимум, помпанули. Ну, и сразу задавили цену назад за уровень. Поэтому, если бы захотели дальше пампить, они поставили цену за уровнем в 38-40 центов. Но, как минимум, этого не произошло. Поэтому, наблюдаем за ситуацией. Всем удачи и всем ура. Продолжение следует...